Патрульная полиция Добрый день. Я к вам устраиваться. Итак, документы это раз. Я думал, что крутые очки, селфи-палка и фонарик пригодятся мне в службе. Но мне подробно рассказали, что нужно будет и какие этапы предстоит пройти. Первый этап – онлайн-анкеты и подача документов для участия в конкурсе. Второй этап – отбора два часовых тестирования на уровень IQ и знания основ законодательства. Третий этап – медицинская комиссия. Успешно пройдя медкомиссию, мы попали на стадион, где, собственно, сейчас проверят нормативы, узнаем, какие они и смогу ли я их пройти. Ну, не подведите. Нормативы оказались не такими уж и простыми. Тысячу метров нужно было пробежать за 3 минуты 40 секунд, также сотню за 14 секунд, отжаться и прокачать пресс 55 раз за минуту. Как следует размявшись, я приступил к экзамену. После физподготовки идет психологическое тестирование, а после психологического тестирования – собеседование. Хорошо, то есть проверка на адекватность. Да. Это пройдем позже, ну а пока организму чуть-чуть нужно отдохнуть. Чуть-чуть. Но не тут-то было. Предоставилась возможность посмотреть своими глазами, как происходит патрулирование. Такого шанса я решил не упускать. Я думал, что мы просто какое-то время покатаемся с мигалками по городу. Но вдруг поступила информация о краже. Внимание на ряды Рыженковского района. Пархоменко, 16, заявляют в грабеж. 5 минут тому назад малоизвестные люди, женщина и два мужчины, совершили кражу золота. И тут началось. Опрос очевидцев в поиске машины преступников. Даже остановили похожую машину. И тревожные сигналы о происшествиях продолжали поступать. И тут я понял, что быть полицейским не так уж и просто, как может показаться. Ведь постоянно нужно быть в тонусе, внимательным, уметь находить выход из сложившейся обстановки. Быть очень ответственным и уметь принимать правильное решение в стрессовых и опасных ситуациях. Друзья, если вы, насмотревшись американских кинофильмов, думаете, что работа полицейского заключается в поедании пончиков и обильного питья кофе, вы глубоко заблуждаетесь. Именно для того, чтобы мы ходили спокойно по темным улицам города и чувствовали себя по-настоящему защищенными, существуют такие жесткие критерии отбора для вступления в ряды национальной полиции Украины. Продолжение следует...